Советский российский историк флота, председатель правления Московского клуба истории флота, а также активный участник военно-поисковых движений Константин Стрельбицкий впервые посетил Брест. Город, через который красной нитью проходит морская тематика. Город, который стал местом пешвартовки для многих русских моряков. В Бресте, начиная с Первой мировой войны и до 50-х годов, военные моряки здесь были практически постоянно. И это малоизвестная страница вашей истории. Только что мы приехали из, почему и задержались, хорошо принимали и разбирались из мемориального комплекса «Брестская крепость». Вот там вот мы передавали материалы по участию моряков в обороне Бреста в первые дни войны. Было и такое. Кстати, Константин Стрельбицкий был единственным представителем российского поискового сообщества в рядах экспедиций, обследовавших реку Березина, в акватории которой в 1941 году затонули боевые корабли Пинской военной флотилии. Об этом исследовании, а также о малоизвестных страницах истории русского военного морского флота ребята Брестского центра юных моряков узнали буквально из первых уст. Глядя на заинтересованные лица будущих морских волков, можно с уверенностью сказать, что встреча с настоящим моряком подвигнет их связать свою жизнь с такой непокорной стихией, как море. Из ближнего зарубежья к нам приезжают не так часто. И поэтому нам, в принципе, с детьми было бы очень интересно послушать, скажем таки, об исследованиях, которые были проведены этим ученым на территории Белоруссии, в частности в Бресте. В планах у Константина Стрельбицкого посетить такие белорусские города, как Витебский Гомель. В свою очередь, с ответным визитом в Москву брестские коллеги планируют отправиться уже на этой неделе. Знакомство с представителями российского флота, его история станет еще одним немаловажным элементом в копилке военно-патриотического воспитания юных моряков.